Донбасс Сообщают, что по сравнению с январем количество пересечений выросло на 32% и ожидается, что с улучшением погоды весной желающих проехать через КПВ будет больше. Вот только оккупационные администрации не спешат с открытием своих пунктов пропусков, мотивируя это якобы страшная коронавирусная угроза с территории большой Украины. К тому же на каналах группировок ЛДНР и в российских СМИ эти люди продолжают врать о том, что якобы украинская сторона блокирует нормальный проезд через КПВ. Украина вообще в принципе перекрыла все КПВ. В принципе все четыре КПВ, которые работали в частности на территории Донецкой Народной Республики, они все перекрыты. Как минимум на данный момент для гуманитарных групп. Я напомню, что украинские пограничники регулярно отчитываются о ситуации на КПВ и в своих отчетах постоянно говорят, что украинские пункты пропуска открыты, а людей разворачивают на своих блокпостах и не впускают беспредварительного согласования именно члены группировки ДНР. В принципе сейчас КПВ закрыты у нас с Украиной и действует особый режим пересечения по факту, потому что ситуация с ковидом на Украине развивается очень печально и очень плачевно. И мы должны в первую очередь заботиться о здоровье наших граждан. Кстати, Управление ООН по координации гуманитарной деятельности недавно отметило, что в феврале количество новых случаев ковид-19 в Украине уменьшилось на 22%. По сравнению с январем на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей снижение было даже более существенным с 10 тысяч до 4 тысяч. По данным международной организации в отдельных районах Донбасса тоже стало меньше случаев ковида с 6 тысяч 600 в январе до 4 тысяч 600 новых случаев в феврале. Но организация опирается на данные группировок ЛДНР, а мы не можем всецело доверять им, зная, что колоссальный уровень пропаганды и цензуры действует на той стороне. На слова одной из представительниц группировки ДНР Натальи Неконоровой пользователи соцсетей активно реагируют. Можно сколько угодно говорить, что это так называемые украинские боты, но народ-то знает правду и заявляет о тех, кто в действительности закрыл свободный проезд через КПВВ. Скоро в Макеевку будем визы оформлять, приглашение родственников, счет в банке, характеристика с места работы. Зачем в Макеевку и скоро вы в Горловку попробуете заехать из Донецка. Три часа в очереди туда и три часа обратно. И ни минуты меньше. И объясните на БП, кто вы, где ваш паспорт ДНР и зачем вам Горловку. Мотив к любовнику не катит. Граница между Луганском и Донецком, скажи об этом, 8 лет назад в дурдом бы отправили. Но я был на этой границе три года назад, между Миусинском и Снежным. Какие-то люди вооруженные заставили меня заполнять декларацию. А затем заполнять снова, потому что я вместо галок поставил крестики. И местные из маршрутки выходили на паспортный контроль, как будто так и надо. Неконоровая компания совсем того. То Украина закрыла все КПВВ, то закрыта из-за ситуации с коронавирусом в Украине. А им врать не привыкать. Родственники отправляли посылку из Горловки в Антрацит. Так она больше двух недель ехала. На почте сказали, что отправляют через Россию. Со слову Неконоровая можно сделать вывод, что в Донецке действительно подумывают над еще большим ужесточением правил проезда через пункты пропуска. Мы действительно на данный момент анализируем, каким образом дальше, в случае, когда закончится вся ситуация с ковидом и санитарно-эпидемиологическая обстановка наладится, как дальше будут функционировать эти КПВВ. Мы следим на телеканале Дом за всем, что происходит на Донбассе, особенно в Донецке и в Луганске. Вы не забудьте подписаться на этот блог в Ютьюбе, чтобы ничего не пропустить. И пишите нам, ни одно ваше письмо не останется без нашего ответа. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok